Книги Тесс Онлайн. Врата Обливиана. Когда ты входишь в Обливиан, Обливиан входит в тебя. Найтироллар. Мориан Зенос, мой учитель, был величайшим магом, которого только знал этот мир. Вы наверняка знакомы с его книгой об Обливиане. Этот классический труд посвящен всему, что связано с Деэдро. Несмотря на многочисленные просьбы и уговоры, за много лет он не внес в эту книгу ни одной правки и не сообщил о своих новых открытиях и теориях никому. Он утверждал, что чем больше углубляешься в исследование этого мира, тем меньше понимаешь его. Его интересовали не гипотезы, а факты. До и после публикации книги об Обливиане, Зенос несколько десятилетий собирал огромную библиотеку, посвященную всему, что связано с Деэдро. Он делил свое время между этими исследованиями и повышением своего магического мастерства, полагая, что если ему удастся попасть в Обливиан, то он должен быть могущественным магом, чтобы выжить в этом опасном мире. За двенадцать лет до начала путешествия, к которому он готовился всю жизнь, Зенос нанял меня в качестве помощника. Я обладал тремя необходимыми качествами. Я был молод и готов работать, не задавая лишних вопросов. Я мог запомнить текст любой книги после одного прочтения. И я, несмотря на молодость, уже был мастером колдовства. Зенос также был мастером колдовства. Он был мастером всех известных и неизвестных школ магии. Но он не хотел полагаться в этом чрезвычайно опасном деле только на свои способности. В своем подземелье он допрашивал Деэдро, задавая им вопросы об их родине. Задача другого колдуна заключалась в том, чтобы вызывать Деэдро, удерживать их и отправлять обратно. Я никогда не забуду этого подземелья. Не потому, что оно выглядело как-то особенно. Простое и невзрачное помещение. Но из-за того, чего нельзя было увидеть. Оно насквозь пропиталось запахами призванных существ. Запахами цветов и серы, плотской любви и разложения, силы и безумия. Эти запахи до сих пор преследуют меня. В самых общих чертах процесс вызова заключается в создании связи между разумом мага и разумом вызываемого существа. Эта связь очень слаба и нужна только для того, чтобы приманить существо, удержать его и впоследствии отправить обратно. Но мастер колдовства может значительно усилить ее. Сиджики и двемеры могут, в случае двемеров правильнее сказать могли, создавать связь с другими разумами и беседовать, находясь за множество миль друг от друга. Это умение иногда называют телепатией. За время моей службы Зенос и я создали такую связь между нашими разумами. Это произошло случайно. Побочный результат совместной работы двух могущественных колдунов. Однако мы решили, что она станет бесценной во время его путешествия в Обливиан. Поскольку с обитателями того мира мог установить контакт даже начинающий колдун, существовала вероятность, что мы сможем продолжать поддерживать связь, и тогда я смогу записывать его наблюдения. Найти врата в Обливиан, как называл их Мориан Зенос, непросто. Мы исчерпали множество способов, прежде чем нашли одни, ключ от которых был бы доступен нам. У псиджиков Артеюма есть место, которое они называют Пещера Грёз. Говорят, что именно там можно попасть в мир Даэдра и вернуться. Известно, что Яхезис, Сотосил, Нематик и многие другие пользовались этим методом, но несмотря на наши многочисленные просьбы, Орден не разрешил нам воспользоваться им. Келарус, глава Ордена, сообщил нам, что вход в пещеру закрыт во имя общей безопасности. Возможно, что вы слышали и о других вратах, можете быть уверены. Мы постарались отыскать все. Некоторые из них – абсолютный вымысел. По крайней мере, сохранившихся сведений недостаточно, чтобы их разыскать. В легендах упоминается о пропасти Марука, зеркале Карингтона, Мантельском кресте, перекрёстке, пасте, таинственной алхимической формуле под названием «Гиацинты, восходящее солнце» и других местах и объектах, которые, по рассказам, представляют собой врата в Обливиен, но нам не удалось отыскать их. Другие врата действительно существуют. Но через них нельзя пройти без риска для жизни. В Абиссинском море есть место под названием «Водоворот Бала», где исчезают корабли. Возможно, на его дне и есть портал, ведущий в Обливиен. Но плавание по этим водам убьёт любого, кто осмелится решиться на подобное безумство. По тем же причинам мы не стали рассматривать прыжок с колонны трасса, коралловой спирали высотой в тысячу футов. Хотя мы видели, как Слоуды совершали там жертвоприношения. Некоторые жертвы разбивались, но некоторые действительно исчезали, не долетев до камней. Так как сами Слоуды не знали, почему одних забирали, а другие умирали, мы не стали рисковать. Самый простой и в то же время безумно сложный способ попасть в Обливиен заключается в том, чтобы просто прекратить существование здесь и обрести его там. Известно, что некоторые маги умели путешествовать между мирами по своему желанию. Многие из них давно умерли, если вообще когда-либо существовали. Но нам удалось найти одного, живущего и ныне. В провинции Моровинд есть остров Варденфелл. Там, на берегу залива Зефирбелл, стоит башня, в которой живёт очень старый, очень замкнутый волшебник по имени Дивайт Фир. Добраться до него было нелегко, и он не стремился делиться с Марианом Зеносом знаниями о Вратах, ведущих в Обливиен. К счастью, познания моего учителя поразили Фира, и он показал моему хозяину путь. Я нарушил бы обещание, данное мной Зеносу и Фиру, если бы рассказал о процедуре открытия Врат, но я не сделал бы этого, даже если бы не был связан обещанием. Если на свете есть опасные знания, то это одно из них. Всё, что я могу сказать. Фир использовал серию порталов в другие миры, созданных волшебником Телваны, давным-давно пропавшим и считавшимся умершим. Учитывая ограниченное число точек доступа, а также относительную надёжность и безопасность данного метода, мы пришли к выводу, что нам сильно повезло. Мариан Зенос покинул этот мир, чтобы начать своё путешествие. Я остался в его библиотеке, чтобы записывать его сообщения и помогать ему в его исследованиях. «Пыль», – шепнул он мне в первый день своего путешествия. Слово было лишено эмоций, но я чувствовал, как его голос дрожит от волнения. «Я вижу весь мир, от края до края, миллион оттенков серого. Здесь нет ни неба, ни земли, ни воздуха. Только частицы, которые летят, падают, кружатся вокруг меня. Я вынужден левитировать и дышать с помощью магии». Зенос некоторое время исследовал этот туманный мир, его призрачных обитателей и дворцы, построенные из клубов дыма. Он не встретил там князя Даэдра, но мы решили, что он находится в Зольнике, доме Малаката, где страдания, предательства и обман наполняют горький воздух, подобно пеплу. «Небо в огне», – сказал он, перейдя в другой мир. «Земля покрыта толстым слоем грязи, но по ней можно идти. Вокруг меня обугленные руины, будто давным-давно здесь шла война. Воздух морозный. Я создаю магические потоки тепла, но все равно чувствую, как холодный воздух пронзает меня ледяными кинжалами. Это была хладная гавань, где правил князь Даэдра Молокбал. Зенос говорил, что так будет выглядеть Нирн, под пятой повелителя жестокости, пустая, мертвая земля, полная страданий. Я слышал, как плачет Зенос, увидев страшные образы, и чувствовал его дрожь при виде имперского дворца, залитого кровью и заваленного экскрементами. «Слишком красиво», – ошеломленно выдохнул Зенос, оказавшись в следующем мире. «Я наполовину ослеп. Я вижу цветы и водопады, величественные деревья и серебряный город. Но все это окутано туманной дымкой. Цвета здесь текут, будто вода. Сейчас идет дождь, и воздух напоен ароматами благовоний. Вне всякого сомнения, это лунная тень, обитель Азуры». Зенос был прав. Это удивительно, но королева заката и рассвета даже приняла его в своем розовом дворце, с улыбкой выслушала его рассказ и предсказала ему явление Нереварина. «Мой полуслепой наставник оставил в лунной тени свое сердце и хотел остаться там навсегда сам. Но он знал, что должен идти дальше и завершить свое путешествие, сулящее новые открытия». «Я в центре бури», – сказал он, попав в следующий мир. Он описал густой туман, скрюченные деревья и воющих призраков. Я подумал, что он попал в мертвые земли, в сторону Меруна Садагона, но он прервал меня. «Лес кончился», – быстро сказал он. «Сверкнула молния, и я оказался на корабле. Мачта сломана. Вся команда перебита. Что-то поднимается из воды». «О, боги!» «Постой, теперь я в темнице, в камере!» Он оказался не в мертвых землях, но в трясине, королевстве ночных кошмаров, где правит Вермина. Каждые несколько минут сверкала молния, и он переносился в другое место, каждое из которых было ужаснее предыдущих. Темный замок, яма с дикими зверями, болото, залитые лунным светом, гроб, в котором Зенос был похоронен заживо. Эти видения напугали моего хозяина до полусмерти, и он поспешно шагнул в новый мир. Я услышал, как он смеется. «Похоже, я дома», – сказал он. Мориан Зенос рассказал мне, что находится в огромной библиотеке. Во все стороны уходили бесконечные полки, уставленные книгами. Страницы кружились в потоках воздуха, которых он сам не ощущал. Каждая книга была в черном переплете, и ни одна из них не имела названия. Он не видел ни единой души, но чувствовал, как призраки бродят среди полок и листают книги, разыскивая что-то, ведомое лишь им одним. Это был Апокрив, дом Хермиуса Моры, где можно обрести любое запретное знание. Я почувствовал дрожь, но не мог понять, кто дрожит – мой учитель или я сам. Мне неизвестно, посещал ли Мориан Зенос какие-либо иные миры. Когда мой наставник путешествовал по первым четырем мирам, он говорил со мной постоянно. Но попав в Апокрив, мир науки и исследований, того, чему он отдал сердце здесь, в Нирне, он стал молчалив. Я отчаянно пытался докричаться до него, но он закрыл от меня свой разум. Затем он прошептал. Этого не может быть. Никто не мог догадаться, что истина. Я должен узнать больше. Я вижу мир. Последнее иллюзорное мерцание. Я вижу, как он гибнет на наших глазах. Я звал его. Умолял рассказать мне, что происходит, что он видит, что изучает. Я даже пытался призвать его, подобно Даэдра. Но он не явился. Мориан Зенос пропал. Полгода назад я снова услышал его шепот. В прошлый раз я слышал его голос за пять лет до этого, а в позапрошлый – еще за три года. Его слова невозможно разобрать. Он говорит на неизвестном языке. Возможно, он все еще в Апокриве, потерявшийся, но счастливый. В ловушке, с которой даже не хочет выбираться. Я бы хотел спасти его. Я бы хотел, чтобы он перестал шептать.